Нам очень хорошо известно, что в последнее время евангельские лидеры и евангельский народ стал очарован римским католицизмом. И встает вопрос, почему подобное происходит, когда есть такая ясная разница между истинным Евангелием и ложным Евангелием рима-католиков. Что же служит причиной того, что евангелисты так очарованы католицизмом, и что заставляет их принять католицизм как одну из форм истинного христианства? Я думаю, первая причина — это отсутствие доктринальной ясности. Это отсутствие доктринальной ясности. Люди не понимают здравой доктрины. Таким образом, они не могут обнаружить заблуждение. Вторая причина — это отсутствие мужества. Это отсутствие готовности быть смелым и сказать, «Вот здесь истина, а вот римский католицизм, который истиной не является». Рима-католицизм — это ересь. Это требует мужества, и это непопулярно — быть таким догматичным и, следовательно, таким разделяющим. И третья причина, я думаю, — это стремление к единству. Вы знаете, мы все говорим о Христе, мы все говорим о смерти и воскресении. Тем самым, почему бы нам не быть одним целым с католиками и не показать миру, что мы заодно? Таким образом, это стремление к ложному единству служит причиной того, что некоторые люди движутся в сторону того, чтобы принять рима-католицизм, как то место, где также проповедуются истина Евангелия. Итак, каков же выход? Нам нужно знать, что из себя представляет истина единства в Евангелии. Мы должны иметь смелость в своих убеждениях, и мы должны быть удостоверены, что мы верны в том, чтобы быть доктринально ясными. Продолжение следует...